Так, ребят, ну что, добрый вечер всем тем, кто смотрит меня. Я имею ввиду те, кто находится в Молдове, те, кто находится за ее пределами. У нас произошло очень много событий за сегодня, за вчера, да вообще за последнее время. Так что я думал выйти к вам уже с поздравлением в новогоднюю ночь, но в связи с тем, что произошло в Бельцах, в связи с заявлениями, как он говорит, экс-коллеги по партии Феликса Гринку и других событий. Также важно прокомментировать отчет Кролл и этот приезд нашего пророссийского Додона в Москву. Значит, решил выйти сегодня, потому что тут как бы молчать точно не получится. Так, спасибо тем, кто подключились, кто делает уже репосты. Тем, кто их сделает, буду благодарен, потому что у меня не так много возможностей довести реальную информацию до всех граждан страны. Так, кто-то пишет, что готовится к Новому году уже. Да, ребят, я тоже не любитель обсуждать проблемы, когда уже полстраны режет оливье, но, к сожалению, имеем то, что имеем, поэтому обсудим сегодня, чтобы вы, по крайней мере, знали правду. А дальше жизнь все расставит на свои места. Так, вижу, что пишут, что проблемы со звуком и проблемы с качеством. Ребят, здесь я допускаю, что качество интернета точно не самое хорошее в Одноклассниках. В Однокласснике я вышел через мобильный телефон, в Фейсбук через iPad. Поэтому, к сожалению, так. Я думал завтра подготовиться, выйти все-таки. Но думал завтра последний день, у кого короткий день, кто-то встречает родителей, кто-то детей, поэтому все-таки будет сегодня. Так, ну что, давайте по порядку. Значит, еще раз приветствую всех тех, кто онлайн. Значит, те, кто подключаются в процессе, продолжают подключаться, посмотрят, если что, в записи. Значит, сегодня вы все стали свидетелями концерта в Бельцах под названием «Правительство решает все». Премьер-министр утром провел совещание. Там были все те, кто надо и не надо. На этом совещании. После этого, значит, правительство решило отправить в Бельцы карабинеров, машины и так далее. Ребят, коротко об этой проблеме. Значит, проблема с бандитами. По-другому их не назовешь. С этой мусорной мафией. И, к счастью, им повезло. И повезло то, что у меня нет в стране. По-другому бы точно у них бы этот номер не прошел. Значит, они незаконно через схемы, через комбинации, через огромные взятки, для кого-то это даже был подарок на свадьбу из акционеров, они получили так называемую мусорную тему задолго до того, как мы пришли к власти в Бельцах. Значит, пока не было нас, значит, они в транспортных накладных указывали такое количество мусора, что вывозит автомобиль в сутки, что технически машина в состоянии, я вам скажу, что за два дня вывезти то, что они указывали, что вывозят за сутки, даже если круглосуточно будет работать. Мы это все упустим. Они перед выборами в 2015 году ликвидируют одну компанию, которая должна была Бельцам порядка 7 миллионов лей, заводят другую. Хотя сегодня, чтобы вы понимали, если компания получила в конце ту или иную услугу, она не имеет права ее передавать третьим лицам. Совет это Бельцкий пропустил, тот совет, потому что кто-то был в доле. Историю все знают, особенно бельчане повторять не будут. Значит, Маху перед тем, как уйти из примарии, главный демон в Бельцах сегодня, значит, своим могучим розчерком пера, этой компании, которая закрылась, передает 7 миллионов лей. Вы понимаете, да? Платит несколько транш, отдает команду финансового управления. Они получают эти деньги. Вместе с ними их получил и Маху. Суть не в этом. Я боролся за то, чтобы убрать их из города, потому что мы справимся, бельцы справятся с уборкой города своими силами. Но что они делают? Они договариваются с экономическими агентами, которые, например, участвовали в конкурсах по продаже контейнеров, потому что мэрия начала закупать свои контейнеры. Значит, придумывали те или иные предлоги через суды, через окидите публично. Но делали так, чтобы в бельцах контейнеры, которые в нормальной стране можно купить за неделю, значит, в Молдавии это невозможно сделать за год. Потому что система работает против тебя. А нет. Плюс бандитам стало работать неинтересно. На частном секторе, на квартирах воровать особо не получается, потому что больше всего они крали бюджетных денег. За счет того, что мы начали именно город убирать без них, еще год назад, значит, в год экономили точно миллионы лень. Значит, они отправляют уведомления, что они по этим тарифам работать не хотят, хотя тарифы в Бельцах процентов на 30 выше, чем в Кишиневе. Они отправляют уведомления, что как бы ни к чему не пришли, и с 1 января, они прекращают, 1 января 2018 года, они прекращают оказывать услуги по вывозу мусора. Так почему же застепорили работу в середине декабря? Они должны были еще две недели отработать. Потому что мы ведем переговоры, значит, некоторые экономические агенты решили откликнуться, понимая, что эта проблема будет, и вышли с инициативой, значит, подарить городу какие-то мусорные контейнеры. Я начал искать параллельно, то есть готовились к 1 январю. Они получают команду уйти раньше, мало того, несколько дней они не пускали машины на полигон, и вы увидели все эти кучи мусора, которые были в стране. Значит, сегодня Маху там дрожащим голосом докладывал Филиппу, что полигон они закрывать не будут, полигон они тоже рейдернули. И самое главное, что есть уголовные дела по этим мусорщикам. Вот эти все негодяи, которые сегодня крышуются той же Демпартией, раньше они платили коммунистам, сейчас они платят демонов. Особенно этот щенок, я знаю, что он сейчас меня смотрит по фамилии Руснак, у которого с одной стороны телевизионная крыша Дима Цира, а с другой стороны Плохотнюк с молдавским СИБом. Не поможет Димочка, ни Цирочка, ни Шмырочка, никакой молдавский СИБ. Эти уголовные дела, я же думал, что Филипп, как бы, ну, на самом деле, Пашу я знаю много лет, у меня нет с ним приятельских отношений, как у Додона, он про это говорит, что он приятель с Канду, с Филиппом, он политически с ними воюет. Но я был уверен, что Паша сейчас покажет другое кино. Вызовет нового руководителя Ченя Азумбрян. Скажет, Богдан, Фас, вытащили эти дела с пола, которые они держат за мороженым. А там есть и маху, и вся эта мусорная мафия, и так далее. Значит, ну, и всех арестовали за три дня. Тут я вам скажу, что, ну, была бы какая-то логика, что вот, как-то он показал, что, как бы, ну, продолжает бороться с коррупцией. И я бы вышел, сказал честно, говорю, что да, неожиданный для меня удар. На самом деле, хлопнули вы, ребята, своих же коммерсантов. Нет, они пригнали сегодня карабинеров с Кишневым. Бельцах есть карабинеры. Мусор был убран на 70%, но на 60 точно. Значит, приезжают ребята-карабинеры, пригоняют несколько машин с Кишневым. Берут деньги, берут машины этой же мусорной мафии. Посмотрите, у меня в фейсбуке есть новость, где наклеили наклейки «Аутосулабритати Кишнев» на бельские машины этой мусорной мафии. А деньги за это платят из резервного фонда правительства, потому что они обеспокоены. Господин премьер-министр Филипп, я не буду говорить сейчас о том, что вы незаконно избранный, Паша, это знает вся страна. Но у меня другой к вам вопрос, Паша. Хоть вы сейчас сидите у Плохотнюка на день рождения в мосту или там под мостом вам виднее. Значит, вы мне скажите, почему вы покрываете эту мафию? Почему вы не даете ход уголовным делам? Почему они незаконно, без денег забрали у муниципия Беллс, у горожан забрали контейнеры, дело лежит на полке? Почему отмазывают то черного, то маху, то всяких этих мусорщиков и так далее? Ну, вам не стыдно. Павел Филипп показал, что у него большое сердце. Окей. После этого сразу продолжается кампания, начинают раздаваться листовки по городу. Значит, листовки могу вам показать. Значит, для тех, кто... Упс, а они в айпэде? У меня на этом их, к сожалению, нет. Ну, суть в чем? Листовки. В Бельцах две проблемы. Одна усатый, второй мусор. Освободим город и от одного, и от другого. Ну, послушайте, товарищи угрожальщики, я понимаю, что сегодня у вас есть суды, прокуроры, у вас есть хозяин Плохотнюк, вам все можно. У вас даже есть свой президент с кнопкой. Нет проблем. Вы хотите сегодня устроили все это шоу, потому что вас не устраивало, что Бельцы номер один в стране, как самая прозрачная мэрия. У нас нет... Мы на первом месте, как самые прозрачные, касаемо и госзакупок, не только кадровых назначений. Вас это не устраивает. Поэтому, товарищи бандиты, я вам предлагаю, я вам предлагаю, я вам делаю предложение, свидетелем этого предложения будет вся сторона. Вы сейчас не тратьте деньги на листовки, сейчас начнете пугать людей, собирать подписи, либо просто Плохотнюк вызовет кого-то судью и скажет, там, как бы усатого, там, нужно снять с должности. Нет у вас законных оснований, сегодня законные основания, это их два. Первое, это я подаю в отставку сам. Второе, значит, мы проводим референдум, на котором выскажутся люди. Вы знаете, я понимаю, все вот эти атаки, фильмы, новости, раз в 10 минут, как Бельцах ужасные и так далее. Влад Плохотюк меня знает много лет и знает, что в отличие от всех них, у меня точно есть совесть, которая у них отсутствует. И как бы, а муж усатый асорушенезом, а муж асчинезом, аждэ демиссия. Вы знаете, слишком много людей мне поверили на выборах, и более 70% людей, которые за меня проголосовали, я не имею права предать тех людей. Поэтому сегодня должны решить именно бельчане, бельчане, которые голосовали мне, которые доверили мне город. Да, ни бельчане, ни я, мы не знали о тех проблемах, которые создаст мне Плохотнюк, о том, что будут делать все, чтобы уничтожить меня, бельцы, всех наших представителей по стране и так далее. Но мы имеем то, что мы имеем. Сегодня бельчане должны решить судьбу города. Значит, я изучил внимательно возможности, которые у нас есть сегодня. Значит, поэтому, дорогие бельчане, в первую очередь обращаюсь к вам, а после вас ко всем гражданам Молдовы, потому что речь идет о референдуме в Бельцах. Значит, у нас референдум, значит, можно провести референдум по отставке примара. Либо, если 10% бельчан подпишутся, выйдут с инициативой о проведении этого референдума. Я понимаю, что сейчас будут пугать милиционеров, налоговиков, работников, Ред Норд, Чед Норд, паспортные столы. Ну, все, которые сегодня как бы вынуждены работать подвигом демократов. Значит, не хочу мучить людей. Поэтому, вот первый вариант это бельчане, а второй вариант, значит, инициировать референдум может муниципальный совет. И то в определенных случаях, это вот на тему реформ в юстиции. Тут надо, кстати, что-то делать, потому что, вот, например, я бы сегодня, если бы закон позволял, я бы вышел с инициативой «Я». Но прописано четко, что примар не может выйти с инициативой о проведении этого референдума, как бы должен выйти, значит, совет. И то, значит, вот несколько пунктов. Так, читаю. Значит, для тех, кто не знает государственный язык, переведу. Значит, что, значит, не респектарий дикатер-примарий интерес в руководстве локальности. Значит, что я не уважаю, значит, что я не уважаю интересы муниципи, местных жителей. Значит, два, значит, очень мелко, просто в телефоне, извините. Ребят, значит, я обращаюсь к фракции нашей партии в муниципальном совете. У нас, слава богу, там есть конституционное большинство. Я прошу, чтобы завтра наша фракция, значит, вышла с инициативой о проведении внеочередного заседания муниципального совета муниципия Беллс. Значит, и проголосовать за референдум по отставке, значит, за проведение референдума по отставке примара, ссылаясь на все то, что пишут они в листовке, что говорят блогеры Плохотнюка, что показывает публика и так далее. Ребят, вот мы берем с самого начала, значит, не респектаре дикатри примар интересе лор коммунитетсе локали, не экзерчитаре мод адекват, а атрибуте лор привозути дележью. Вы же так кричите, Маху, ты же пишешь в фейсбуке, что там сплошные нарушения, усатый то не выполняет, это не выполняет и так далее. Значит, по закону в неочередную сессию мы можем провести, если завтра будет решение, значит, в течение трех дней. Значит, завтра у нас пятница, суббота 30, воскресенье 31, 1 января понедельник, значит, 2 или 3 января, как раз первые дни года, начинаем жизнь с белого листа, значит, прошу провести, у меня очередное заседание муниципального совета, проголосовать. Я не держусь за власть, чтобы было всем понятно. Я не держусь за должность, я пришел для того, чтобы в городе что-то изменить. Если бельчане расскажут о том, что они не согласны тем, что я вынужден участвовать в жизни города и за рубежа, у кого-то есть, кто-то разочаровался считать, что мы мало делаем, кто-то считает, что мы очень плохо делаем. Уважаемые бельчане, я хочу, чтобы вы высказали на эту тему. Я вам другое скажу, что по закону для того, чтобы отправить в отставку на референдум должны выйти. То есть, получается, если за меня проголосовало 74%, когда я стал примаром, для того, чтобы меня отправить в отставку, должны проголосовать 74% плюс один голос. И сейчас они начнут комментировать, что вот усатый специально идет на референдум, потому что сложно, чтобы 74% проголосовало за мою отставку и так далее. Ребята, если 51% проголосует, 51%, я подаю в отставку. Вот есть, была явка более 50% на местных выборах, чтобы была эта же явка и 51%. И я даю слово, что я подаю в отставку. Пункт номер два. Значит, сейчас могут начаться спекуляции, что вот, будут потрачены деньги. Еще один бестолковый референдум, как был у Додона в Кишине. Послушайте, Додон проводил референдум, чтобы помочь передать премарию Плохотнюку. Мы проводим реальный референдум. Раз, два, подчеркиваю, все деньги, в которые обойдется Центризбиркому референдум в Бельцах, я обещаю компенсировать сразу после референдума. То есть, сразу после референдума, вот, например, будут потрачены 4 миллиона лей на проведение референдума. Значит, к тем деньгам, которые я трачу ежегодно в Бельцах и в других городах Молдавии. Значит, я переведу тротуарной плиткой, асфальтом, техникой, коммунальной техникой. Я отдаю те деньги сразу на следующей же неделе после референдума, чтобы меня не обвиняли в том, что я вот трачу там государственные эти деньги. Поэтому, дорогие бельчане, я хочу, чтобы вы высказали свое мнение. Я больше не могу наблюдать, мне очень больно наблюдать за тем, как они издеваются над городом. Они сейчас пошли на тон для того, чтобы, как они говорят, обрушим рейтинг Усатова, унизим его. Мы подготовились к новогодним праздникам. Я хочу поблагодарить всех работников и руководителей муниципальных предприятий, которые реально вкалывали эти дни. Которые боролись и с этой мусорной диверсией, и которые вообще хранят наш город в чистоте. Я их благодарю, особенно работников, которые вкалывали с утра до вечера. Ребят, огромное вам спасибо за это. Мне больно наблюдать за тем, что вы становитесь заложниками. И, как бы, некоторые из вас могут подумать, як, один кауза, кусатый примар. Ну, отрез суферем, шкугу, ноя шамайди партия. Стимас болцень. Койди, чидиск, ел сплек. Оспонисла референдум шамакисантрябаря. Оспонин квадат. 50%, даже не 51, 50% плюс один голос. И я отдаю слово, что я ухожу. Но если бельчане показывают вот такую дулю всему правящему режиму, а Маху могут показать еще какой-нибудь такой болт железнодорожный, прорезиненный, просто, чтобы ничего его случайно не натирало, понимаете? Значит, после этого, дорогие бельчане, мы уже не должны будем быть таким безразличным ко всему, что происходит. И все вот эти шавки, гаврики, которые из бельцех, просто уже нам придется их упаковывать в мусорные мешки и перевозить их кишнев. Плюс, значит, я думаю, что мы сможем... Я думаю, что к тому времени, пока будет референдум, будут еще другие сюрпризы, которые... Но вам... Я имею в виду всем нормальным людям, они точно понравятся. Мне очень непонятная позиция, и все, что происходило в Бельцах в последние дни... Значит, что делал в последние дни Игорь Шеремет, который отказывался комментировать в СМИ происходящую ситуацию. Где я очень сильно расстроился, когда узнал, что они запугали там Шеремета тем, что они закроют полигон. Да, они его закрывали на несколько дней, что они его закроют на постоянной основе, и бельцы захлебнутся. Бельцы бы не захлебнулись. Люди бы эти пакеты, я уверен, отнесли бы к Маху домой. На третьей... Чем больше бы накапливался мусор, тем быстрее бы его отнесли бы к Маху домой. Мне непонятно, как бы, позиция Шеремета, который сам принял огромное количество решений, который не провел ни одного экстренного заседания с нашими коллегами. Можно было собрать все фракции, которые есть в Бельцах по четыре раза. Игорь предпочел там ввести какие-то шуры-муры. Я Шеремету говорил свое мнение. Они на Шеремета много раз выходили, вот пишут в фейсбуке, что встречались с Шереметом в Кишиневе и так далее. И как бы они ни к чему не могли прийти. Послушайте, с бандитами вести переговоры нельзя. Бандитов нужно либо мочить, либо сажать. Я Шеремету говорил. Он думал, что он как-то по-юридически использует молдавскую дипломатию, с ними о чем-то договорится. Да, они конченые мошенники. Как можно с ними о чем-то договариваться? Нет, с ними можно было договариваться, если бы я принял их предложение, списывать кучу денег. Платить за воздух больше, чем за вывоз мусора. Получать с них долю, как с них получали до нас. И при нас с них получают кое-кто из центральных властей. Понимаете? Нет, на это мы не пойдем. Я не буду держаться за креслом. И поймите одну вещь. Я пришел для того, чтобы навести порядок. Вы считаете по-другому. Вы скажете, у меня не будет угрызений перед самим собой, что я не попытался все это развалить. Значит, это касаемо проблемы Бельц, мусора и всего остального. Значит, пункт номер два. Было письмо Феликса Гринку. Да, дорогой Феликс и дорогие его редакторы, которые ему помогают писать мемуары. Да, я писал, что пусть Феликс пишет все, что угодно, если ему это поможет выйти из тюрьмы. Но я вижу, что Феликс пошел дальше. Он не просто договорился с ними выйти из тюрьмы, а он еще решил там какое-то количество человек из наших посадить. Феликс, я посмотрел сегодня внимательно интервью. Я видел эти нарезки. Я видел твои глаза, которые ты чаще уводил в сторону. Как ты пытался быть рассудительным, хладнокровным. Я видел эту тетю Крину, которая из-за того, что не может выйти замуж за кого-нибудь агронома, ходит только по тюрьмам, берет интервью. Целый проект создала. Пыталась там, она внедрится там. Два раза была на шашлыке с милиционерами, думает серьезно разведчица, понимаете. То есть, Феликс, мне неприятно, ты оскорбил массу людей. Ты знаешь историю, как ты пришел перед местными выборами. Ты знаешь историю, когда я два раза настоятельно просил, чтобы ты ушел из партии задолго до твоего ареста. Феликс, тебе не стыдно то, что ты делаешь? Что бросили твою семью. Что усатый там сидит в Москве и не борется за своих людей. С чем я единственное могу согласиться, что да, я не подумал, другие, наверное, тоже признаю это, передать твоей супруге Ладе, к которой нормально отношусь, значит, цветок 8 марта вместе с Марцишором. Но когда ты говоришь, что бросили твою семью, твоих детей, ты не просил никаких богатств и так далее. Мы с Феликсом все обсудим и обсудим на заседании надсовета партии. Ребят, и это будет очень скоро, потому что Феликс скоро выйдет. Мы это все обсудим, я не хочу выносить это все, потому что человек сидит в тюрьме, и я не буду говорить. Он в тюрьме, он на свободе, я не буду говорить. Но есть момент, от которого у меня разрывается сердце. Когда случилась с ним беда, Феликс, ты выходишь через год, я понимаю, что они тебе впаяли 17 лет, это очень много за то преступление, которое они тебе инкриминировали. Но, Феликс, ты пришел в партию с этими уголовными делами, какие-то со времен коммунистов, какие-то еще со времен кого-то. То есть, мы тебе их не возбуждали. Ты пришел с этими делами. Когда ты говоришь о том, что бросили семью, не помогают. Я сразу позвонил, и наши, кто сидели в тюрьме, кто попадали в ситуацию, они знают эту ситуацию. Я приоткрою только одну скобку. Я Феликсу сказал, что, зная, что у него много детей, жена, плюс передачи и так далее. Да, мы занимались, отправляли посылки, торты, мясо и так далее. Потом, как бы, одного было мало, а другого много. Я говорю, послушай, давай лучше жена будет твоей этим заниматься. Я говорю, твоя семья будет получать тем же месяцемесячно, я посчитал там 100 долларов в неделю на питание, значит, плюс 1100 семья, говорю, полторы тысячи долларов. Феликс говорит, нет, мало, две. И вот в течение года я передавал 2000 долларов ежемесячно семье Гринку. Плюс, как бы, услуги нашего адвоката. Скажите мне, это называется, что бросили на произвол судьбы семью человека, который сидит в тюрьме, 24 тысячи долларов в год, стипендия. Ну, стипендия-то я утрирую, но скажите, 2000 долларов в месяц, это бросили человека на произвол судьбы? Он говорит, что мне не нужны богатства, ему нужно внимание. То, что люди не выходят на протесты, одних там запугали, другие устали и так далее. Ну, Феликс, это каждый взаимоотношение с людьми тем или иным образом. Ты выйдешь, мы обязательно поговорим. Но хочу сказать, Феликс, что власть изменится, и ты будешь давать уже другое интервью, где ты будешь рассказывать, я знаю, про все ваши переговоры. И про то, что ты должен выйти через апелляционную палату. Как бы, это решение. Потом Плохотнюк придумал более изящный ход. Что, как бы, заодно, чтобы устроить больше раздрай, там, усатого в партии и так далее, как бы, Плохотнюк решил дать команду Додону, чтобы Додон помиловал Феликса. И выйдет Додон с суровым лицом и скажет, вот так и так, как бы, вот, Гринку понял, как бы, кто такой усатый и так далее, и так далее. И Куркан его помилует, и, как бы, Куркан становится, ой, Куркан, Додон, значит, Додон становится спасителем человека, как бы, спас из тюрьмы, и все, кто ни в чем не разбирается, особенно в селах, смотрят там публику, Валев, Валев, Яко, Ом, Ом, Оест, Ода, Лоскопат, Пилом и так далее. Вот, поэтому, как бы, вот такая ситуация. Поэтому, Феликс, то, что ты говоришь, что кто-то тебе давал команды куда-то заходить, выходить, ты решил добавить уголовные дела, ты решил поучаствовать в том, чтобы запретили партию. Феликс, ты в участии, в организации, в создании этой партии не принимал, дорогой друг, никакого отношения. И когда выйдешь, люди тебе сами зададут вопросы, понимаешь? А то, что ты рассказываешь, тебя бросили. Когда тебе, когда гринку организовывали, пресс-хаты, одни его там хотели организовать, чтобы его опустили, вторые, чтобы подняли и так далее, и так далее. Как я бился за то, Феликс, может быть, ты расскажешь людям, что ты почти год сидел в одной из самых хороших камер в тюрьме. С питанием, с телефонами, со скайпами, с холодцами. Да, ребята, там, как бы, и мы с тобой говорили, ты говорил, что там все довольны, ты там готовишь на всех. Как ты можешь, я не стыдно оскорблять, Руслана, скончаешь парня, который готовил первые дни еду в палаточный городок. Феликс, тебе не стыдно? Да, потом занялся питанием ты, оно уже было вовремя. Сколько оно стоило, тоже, когда выйдешь, обсудим. Ладно, ребят, Феликс может греть все, что угодно, неважно. Пусть его помилуют, даду он по заданию Плохотнюка. Пусть они его сейчас выпустят через апелляционную палату. Но, Феликс, ты перешел черту, ты оскорбляешь ни в чем не повинных людей. Я просто смотрю, что шкура уже у тебя становится, как у дадона. Значит, ребят, значит, я обозначил позицию, значит, связанную с ситуацией в Бельцах. Значит, я обозначил ситуацию с Феликсом. Он выйдет, все будет нормально. И поверьте, Феликс будет давать другие показания. Могу вам назвать, запомните, оно же останется вверху. Я вам скажу, на кого он будет давать показания. На одного, у кого фамилия начинается на букву П, у второго на букву Я, и у третьего на букву Т. Это как минимум. И вы потом поймете, о чем я говорю. Просто сейчас я не буду все рассказать. Я абсолютно все знаю. Я знал и про их переговоры и так далее. Думаю, пусть пишет все, что хочешь. Ну, написал он эту поэму. Ему там отредактировали, сказали кое-что добавить. Нет, он уже идет телезвездой. Уже Дадон у него хороший, плохой никого нет. Все в нашей партии плохие. У Чубашенко нет харизмы. Тот врет. Усатый такой секретный. Феликс, ты все не ешь мыть. Ладно. Третье. Значит, по отчету Кролл, ребят. Важная ситуация. Там Филипп говорил про честных людей, которые фигурируют. Поэтому они его не показали. Ребят, в отчете Кролл есть фамилии, как минимум следующие. Есть фамилия Плохотнюка. Есть фамилия Яралова. Есть фамилия Юрия Лянко. Есть фамилия Габурича. И многих других персонажей. Именно поэтому, как бы, они скрывают его. И дали им на резюме. Потому что, как бы, ну, они попали в такой капкан. Потому что думал, они наняли Кролл. Потому что Кролл как-то их будет отмазать. Но Кролл указал их всех. Тут еще выходит Паша Филипп и говорит, 90% из тех, которые указали, Кролл честные люди. Пашенька, покажите отчет людям. Значит, и, чтобы завершить. Там пока Плохотнюк сейчас сидит в ресторане, празднует его день рождения, отвлекать его не будет. День рождения вообще трогать. Никого не буду. Хочу Владу передать одну. Влад, ты пытаешься уничтожить партию. Запугать, пугать бельских муниципальных советников. Примаров городов, сел и так далее. Значит, дорогие друзья. Плохотнюк знает одну вещь. Вот есть, например, одиночка Сережа Макану. Там, который выходит, что-то говорит, кричит и так далее. Хотя я считаю, что по некоторым ситуациям Макану подыгрывает Плохишу. Ну, эту тему не трубим. Плохотнюк, знаете, почему уничтожает меня? Я пытался уничтожить абсолютно любыми способами. Потому что я никогда не буду человеком с кнопкой. Был бы я сегодня на месте Шеремета в правительстве, вы бы видели, что бы там было. Я уже не говорю, что было бы, если бы я занимал какую-нибудь другую должность в стране, где были бы какие-то карательные полномочия. Значит, Плохотнюк пытается меня уничтожить. Потому что он понимает, что даже если я останусь один и буду жить где-то в шалаше в 10 тысяч километрах от Молдании, то я ему создам серьезные проблемы. И он понимает, что конец режиму, его режиму, смогу положить только я. И это будет конец настолько большой и толстый, который не позволит им его приподнять даже при помощи Данкрата. Ребят, я вас люблю. Всем хорошего вечера. Спасибо большое за репосты. Спасибо за теплые слова. Мы обязательно с вами все в рабочем порядке обсудим после праздников. А сейчас я желаю вам всем хорошего вечера. И все будет в порядке. После праздников мы с вами обсудим и новые комбинации Плохотнюка с Дадоном. Я выйду после праздников. Расскажу вам. Тут же Дадон был в Москве. Он тут столько натворил и наговорил. Я даже не мог понять. Думал, может быть, это не Дадон. Думал, может быть, это другие. Поэтому это все обсудим после праздника. Ребят, всех с наступающим. Новогоднюю ночь обязательно переговорим. Огромное спасибо всем тем, которые реально борются и идут вперед. Ребят, те, кто боятся, те, кого запугали напрямую через родственников и так далее. Ребят, уходите. 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 Уходите, пожалуйста. Не доводите ситуацию до того, что вас будут заставлять какие-то письма подписывать и так далее. То, что будет серьезная реструктуризация и касаемо орг-вопросов. Есть там много пробелов и так далее. Так мы покажем. Гринку не хватает, оказывается, все в жизни есть, кроме программы нашей партии по экономическому развитию. Для нее ее предоставим отдельно крупной шефтой. Ладно, я не держу зла ни на Феликса, чтобы все были здоровы. Просто все люди должны иметь как минимум совесть. А когда она у людей отсутствует, они несут прям такой бред. Чтобы они тоже были здоровы. Поэтому, ребят, я вас обожаю. Всем хорошего вечера. Давайте обязательно увидимся. Все будет хорошо. Спасибо.